Микс Ньюз Дискутировать касающиеся ваших предложений Замечаний и так далее, что касается Нашего города 612-939, телефон прямого эфира 612-13-939, телефон прямого эфира Звоните Дозванивайтесь и задавайте Вопросы Андресу Америксу Депутата Рижской думы Уже первый звонок есть, видимо люди ждали Мы с него и начнем Добрый день, слушаем вас, пожалуйста Добрый вечер Зовут Инга Очень давно хотела позвонить И попросить Есть такая дорога к Лейсту Из Имманты в Балдыраев Кладбище, да И дальше идет на Балдыраев В сам район Очень темное шоссе Особенно в темное время суток Ну, я не знаю Просто опасно иногда, страшно ехать Особенно если туман Или снегопад, или дождь Очень темное шоссе Неужели невозможно поставить фонари Просто Сколько-то фонарей вдоль дороги Она не такая длинная Очень многие ездят в музыкальную школу В Балдыраев Очень много студий там есть И очень нужна дорога Я имею в виду, что многие с детьми ездят Возможно ли это сделать? Понятный вопрос Конечно, сделать возможно Вопрос проектирования деньгах В этом году это невозможно сделать Потому что бюджет этого года Города утвержден Он не столько, может, велик И по возможностям Как были предыдущие бюджеты Но тут есть два приоритета Один это освещение Ну, то есть Будем говорить так Окрестности, где есть Жилые улицы И где, ну, скажем Довольно много Может и передвигаются Люди по улицам Есть такие улицы, которые не освещены Ну, к примеру Целый район Трисцемс Есть это там, где я Он с той стороны Более тысячи людей Декларированы Живут Вот сейчас мы За счет бюджета Осветили центральные улицы На Трисцемс Да, потому что там вообще не было освещения Но то, что касается улицы Клейсту Согласен Она идет через лес То есть Если такая возможность будет Я передам это И департаменту транспорта Но будем планировать Какие будут возможности По освещению на следующий год Да 612-939 Телефон прямого эфира Еще один вопрос пришел До начала эфира На него уже неоднократно Андрей Самерикс отвечал Но тем не менее Видимо не все еще Знает Вот пишет наша слушательница Что в конце прошлого года Должно было начаться строительство Моста Чейса Кандаугову Ну виадукт Видимо проспект Вестера И улица Твайка Строительство не началось Когда начнется В конце прошлого Мы говорили о том Что в прошлом году Это был такой оптимистичный прогноз Что это может начаться Зимой Мы никогда не начинаем Эти проекты большие То есть первый этап Того чтобы Это очень грандиозная стройка Начнем с того Это сегодня По этим расчетам 47 миллионов евро Ну из которых 27 миллионов Это европейские деньги И то есть первое Что сделано Это перенос всех коммуникаций Что касается водопровода Там канализации Это занимало Довольно много времени Могу еще раз подтвердить Я не могу сейчас точно сказать Дату там Не знаю 10 мая Или 1 июня Когда Или 10 июня Но то что Могу сказать Юридически Со стороны Иридической думы Все сегодня сделано Чтобы эту Эту стройку начать Тем более Ну на государственном уровне То есть те Которые институции Подтверждают Еврофонды Ну вот Последний Большой штамп Поставленный Что еврофонды Для этого проекта Подтверждены Ну и соответственно Государственная касса Выделяет И соответствующая сумма Была 5 дней назад То есть Оно Оно Принято И соответственно Но В любом случае Есть однозначно Что этот мост Будет Ну то есть Начало Не знаю Ну ближайший месяц Полтора Начнется Но Завершить его В любом случае Это 22-й год В 22-м году То есть Когда Завершается Это очень большая стройка Она касается И Части Изменений Улицы Твайка Не только Самой Самый Вендукт От Проспекта Вестура На Твайка Но это Через железную Дорогу Но и Еще дополнительную Улицу Твайка Да Ждем Ваших Звонков Пока ждем Звонки Наверное Вопрос От меня Тот вопрос Который на слуху Я думаю У всех наших Радиослушателей У всех рижан По поводу Судьбы Дыговского моста Ваши прогнозы Я думаю Что Если Мы Сегодня Соприкасаемся С Ну такими Иногда Политическими Заявлениями Могу сказать Так Когда я иду К доктору То я Полагаюсь На то Что Доктор Профессионально Делает Свой диагноз Ну Соответственно Принимает Решение Каким-то Путем Скажем Улучшить ситуацию То есть То же самое Происходит У нас Профессора Доктора Ну вот этих Мостостроений Которые Есть в Латвии Это технический Аниверситет Соответствующие Кафедры Они Ведут Все вот эти Технические Вопросы Уже много лет И они Ставят Сегодня Свои подписи Ну значит И свою Ответственность Профессора То что Мост Сегодня Можно эксплуатировать И он Безопасный А с другой стороны Сказать что Сегодня Политическое Решение Закрыть Конечно Любые Сомнения Надо снимать Тоже Согласен То есть Сейчас Сделаны Дополнительные Все Ну скажем так Проверки Все Дополнительные Измерения И могу сказать Кроме того Значит Они внесены Сейчас Соответствующую Государственную Вот эту Структуру Они сказали Что они Со всеми Этими Проверками С этими Всеми Заключениями Ознакомиться Ну и Течением Недели То есть Они Дадут Ну свой Вердикт Я Очень Надеюсь Что Ну скажем так Вот это Не будет Использовано Для Каких-то Политических Целей Наказать Рижан Или Рижскую Думу Каким-то Политическим Решением То есть На сегодня Те данные Которые Есть у нас Это Мост Абсолютно Безопасный Не потому Что Я политически Так считаю Или это Мне так Нравится Мне просто Есть заключение Ну самых Серьезных Профессоров Которые Ну по Мостам Есть То есть Мы считаем Что максимум Где-то До 7 Мая Ну Соответствующим Учреждениям Которые Его закрыли Ну Мы знаем Даже эти Учреждения Ну Да Это Полиция Ну и Соответственно Эти строительные Назерательные Они Откроют Да Приходит И по Ватсапу Много Вопросов Добрый вечер Пишет наша Радиослушательница Пожалуйста Расскажите Когда в парке Эбельмуйжес Будет освещение И асфальтированные Дорожки Начнем с того Что парк Эбельмуйж Существует Уже Отчасти Сегодня Асфальтированные Дорожки Часть Всего Проекта По Благоустройству Был проведен Уже В прошлом Году То что касается Освещения Я уже Подтвердил То есть План освещения Парк Эбельмуйж Включен Бюджет Этого года Ну Значит Это соответствующее Проведение Кабеля И все остальное Все будет Ну Я думаю Если там Конкурсные работы Это делает Ригас Гайсман Наша агентура Ну Наверное К темной сезоне Ну Более Оно То есть Это к августа Она будет Ну то есть Просто надо Все это построить И провести Все кабели В этом году Деньги Для освещения Парк Эбельмуйж Предусмотрены Бюджет Да Добрый вечер Когда будет Такой неожиданный Вопрос Соединенный Бульвар Айнен Муйжис С улицей Айнен Муйжис Я думаю Что ближайший Мы хотели Этот проект Уже сделать Соответственно Ну Будем говорить Так Лет 5 назад Его двигали Как один из Приоритетных Это соединение Золы туда И Иманты Ну Это Это то же самое Такой же Как Саркандалгов Переезд Так Иманский Переезд Сегодня Очень много Трудностей Неудобств Составляет У многих Которые Используют Эту дорогу И был Соответственно Приведен Там Значит Ну Будем говорить Так Виадукт Через Железную Дорогу Конечно Конечно У электрички Есть соответствующие Высоты Электропроводка Электричкам Поэтому Значит Этот Этот Виадукт Ну Соответственно Высоты Но Этот план Обязательно Мы Ставили Как один Из Ну Где-то Первой десятки Всех тех Проектов Которые Надо Реализовать Он Сейчас Полностью Приостановлен Потому Что идет Проектирование Реал Болтика То есть Этого Большого Ну Скажем Так Международного Проекта Который Рижской Дума Ну То есть Она Не Участвует Это Государственное Предприятие Участвует То есть Проведение Соединения Соответственно Центральной Станции Центрального Вокзала С Аэропортом Да И он Идет Параллельно Существующей Железной Дороге И То есть Мы знаем Что Юрисдикция 50 метров От Значит Железной Дороги С одной И с другой Стороны Это Соответственно Юрисдикция Железной Дороги То есть Все Переезды Все Эти И сейчас Вот этот Проект Который Ну Как Был В этой Приоритетной Десятке Он сейчас Остановлен Из-за того Что Ну Вот Ближайшие Три года Четыре Будет Ну Как Обещают Я вообще В это Не верю Я считаю Что Это Я довольно Скептически К этому Отношусь Потому что Пол Риги Прокопать Это Очень опасно Но То что Это Риал Болтик Нужно Это Хорошо Он Проходит Через Около Саласпилса Заезжает Ригу По Эргельской Дороге Конечно Не только Из Сталина И Хельсинки Поедут Берлин Из Риги Тоже Поедут Значит Поезд Заезжает В Ригу Едет Дальше Но я думаю Что Любой Скоростной Трамвай Или Какой-то Другой Вид То есть Транспорт Обеспечивал Регулярные Связи Между Аэропортом И Ну скажем так Центром Города Это Намного Было Эффективнее Чем Ну Перекопать Сури Но Это Мое Я Остаюсь Здесь В меньшинстве Да Принем Звонок Очередной Добрый вечер Слушаем вас Пожалуйста Добрый вечер Добрый Я Господин Америк С вам По поводу Хотел бы Высказать Огромную Претензию По поводу Вашего угольного Терминала Который Вы нам Сучили В Балдарае Я вам Рассказываю Ситуацию Я живу В двух километрах По прямой От угольного Терминала А гараж У меня Находится Прямо Перед этим Терминалом Значит Особо Интенсивные Работы Начинаются Там почему-то После девяти Часов Вечера Окна Открыть Значит Два километра Я уж не говорю Про людей Которые живут Там рядом Два километра Значит Окна Открыть Подоконник Пол Значит Было жарко Открывали окно Штора белая Стала черная Уже серая Буквально Постиранная штора В квартире Грязище Значит Пыль эта вся летит Вы Чаек Переселили С русского острова Переселили на остров любви Вырыли там для них Чтоб они там дожили А для людей Вы ничего не сделали Вы ни одного дерева Не посадили в Балдарае На пути распространения Этой пыли Убили вы сейчас Полностью Центральный яхт-клуб Я не представляю Как люди там будут Вообще яхты свои держать Белоснежные Они будут черные И берег весь Вот этот вот Полочью канал Вот этот весь берег Он принадлежит На 8 метров Рижскому свободному порту Хоть бы кто там Когда-нибудь Что-то убирал Там мусора На этом берегу Никто ничего не убирает В общем Над чайками Вы постарались А на людей Вам видимо наплевать Ну наверное Пускай и чайки За вас и голосуют В Европейский парламент Спасибо большое Ну я И критика Обязательно нужна Ну я могу сказать так Что с 15 Ну будем говорить так С 1 апреля Реально С 15 марта 1 апреля Запустили этот терминал И в любом случае Сейчас скажем Первый этап И будем То есть это перемещение Которое было С центра Она рассчитана На то Чтобы никакой Вот этой Загрязнительной Фактора Не было Если это существует Сейчас будут Эти проверки Будут Дополнить Не только Деревь сажаться Там 23 метра В высоте Есть пылевые Эти заграды В любом случае Ну вот за этот Месяц 2 3 Будем Ну как это Запускается Новый терминал Если какие-то Есть вот вещи Которые Нас полностью Не устраивают Сейчас мы будем Их приводить в порядок Ну что значит Это Очень-очень Большие Тоже 120 миллионов Европейских денег Поставлено Чтобы эту Всю Громадину Большую Перенести На русский остров Соответствующие Технологии И Я в этом смысле Однозначно За то Чтобы Если есть Какие-то Ущемления И какие-то Недоделки То они Обязательно Должны быть Устранены Но Вот этот Сигнал В этом Принимается То есть Не вопрос Чайках И не вопрос Того Любое Производство Что касается Болдера Есть Латвия Есть Ну скажем Есть сегодня Заводы Которые Также Работают И У них есть Соответствующие Загрязнительные Функции То есть Их просто Всех надо Держать Ну за жабры Так будем Еще один звонок Успеем принять Первой части До короткого Перерыва Сорвался звонок 612-939 Да Попытка Вторая Добрый день Слушаем вас Пожалуйста Добрый день Добрый день Пожалуйста Добрый Алло Я звоню На балкон Да Да Вы в прямом эфире Пожалуйста Алло Пожалуйста Спасибо Спасибо Я звоню вам Добрый день Ничего Это тоже Я не могу Добрый день На пятом этаже На сегодня Мы частный дом Могут Могут дать совет Сейчас я по ради Еще один Да Нет Давайте все-таки Привемся ненадолго Да Новости И реклама Во второй части Продолжим принимать Обязательно Ваши звонки И можете Посылать Ваши вопросы И по Ватсапу По другим Сетям Не переключайтесь Микс Ньюз Продолжаем Голос Амрикса И мы продолжаем Принимать звонки Потому что Они есть И будем Конечно Отвечать Алло Алло Да Добрый день Добрый У меня Следующий вопрос По поводу Порта И по поводу Подъездных путей К порту А именно Сталинского Направления Какого? Ситуация такая же Сталинского? Да Сталинского Направления Так Ситуация такая Что В 2010 Году На Дороге П-1 Ограничили Движение Для грузовых Авто Для фур И с тех пор Все фуры Начали Сво движение По Янцамагатве Где-то В 2014 Году Я читала Тоже С вами Было интервью Что уже тогда Очень многие жители Те которые живут Вдоль Янцамагатве Особенно Янцам Все жалуются Что Во-первых Интенсивность транспорта Да Интенсивность транспорта И что Практически Янцамагатве Исчерпала Весь свой ресурс Касательно И состояния И тротуаров Здесь нету Для пешеходов Количество аварий Огромное По статистике У полиции Можно данные узнать Вот что вы собираетесь Делать Пропорция Еще развивается И количество фур Продолжает Соответственно Тоже расти Вот именно Янцамагатв Меня интересует Либо какие-то Вводить ограничения На нее Можно И что тогда Ну Вот такая ситуация Спасибо Ну будем говорить так Что там Краткосрочного решения Не будет Потому что Если сказать По Янцамагатве То Такой один из Самых больших Проектов Который Представлял Он назывался Северная переправа Ну или В этом Будем говорить Маленьком масштабе Это Дублер Улицы Бривибас Дублер Улицы Бривибас Это Вот Это дорога Которая Длитель Длинности 9 километров И которая Начинается С югла И захода В Ригу И идет Под Тишезерс По То есть Этому Янцамскому Скажем Направлению Янцамагатве Ну и соответственно Выходит на улицу Вискалью дальше И это Сегодня Существует Этот проект То есть Он Был Как один из планов По европейских Денег Его Реализация Этих 9 километров Это Полностью Перестройка Ну и то есть И все эти Шумовые Заборы И все остальное Ну то есть Стоимость этого Проекта Сегодня Ну Была Такой Что То есть От европейских Денег Мы могли Получить только Небольшую часть Или точнее 50 миллионов А то есть Для самоуправления Надо было бы Доплачивать Или Софинансировать Ну почти Еще 160 миллионов Ну такие Расчеты Были То есть Это Это не могли Позволить Поэтому Этот проект Был Снят С европейских Вот Этой программы Которые До 2020 Года Ну В любом случае Ясно одно Что сегодня Яунцема Гатве Как Алтернативный Улицы Бривибас По тому Объему Он Не является Ну как Не соответствует Тому объему Который Есть И То есть Если мы Сегодня Или один Вариант Что из Ближайшие Ну сколько Два или Три года Пересмотр Европейских Фондовых Денег Где-то Невозможно Реализовать Или какие Проекты Не реализуются Ну то есть Его делать По частям Есть и такой Вариант Там Да Но Проект Существует Он Юридически Сегодня В силе Ну тогда Бы это Отчасть Изменила Вот эту Скажем Общую Ситуацию На Яунцемском Направлении На сегодня Я ничего Особо Утешительного Больше Сказать Не могу Потому что Это все Зависит От средств Так Возьмем Примем еще Один звонок Добрый вечер Слушаем вас Да Добрый вечер Здравствуйте Пожалуйста Перекресток Перекресток Клейсту И Бульню Клейсту Я понял Я передам Не буду Сейчас Комментировать Я знаю Этот Перекресток Это главный Перекресток Там Клейсту И Булью Как такой Транзитный Согласен Что Там Может быть Дополнительное Улучшение Я передам Это я Еще Пока Идут Звонки Скажу Что У нас Кнут И пряник То есть Мы Более Четыреста Сегодня Объектов Облагаем С повышенной Налоговой Ставкой То есть Где Собственники Не приводят Порядок И Соответственно Это в налоговом Варианте Уже Более Два с половиной Миллиона Евро За эти Ну как Штрафные Или То есть За что Ты не можешь Содержать Свою собственность Порядки А с другой Стороны Уже Несколько лет Действует Соответствующая Программа Софинансирования Когда Частные Ну Собственники Или Даже Ну Жилые Дома Много То есть Много Квартирные Участвуют В том Чтобы Они Приводят В порядок Свои Дома И Дума По этой Программе Софинансирует Если Полностью Фасад До 20 Тысяч Евро Ну Фасад Может Стоит 50 60 Может 40 Тысяч Евро В зависимости От Дома Но Дума Софинансирует До 20 Тысяч Ну Не Если Часть Фасада Там Окна Входные Двери То Это Соответственно До 5 Тысяч Евро То есть В этом Году Было Подано Заявок Очень Много То есть Более 140 Заявок Ну Как То есть Полностью Подтвердили 78 Заявок На 1,2 Миллиона Думского Софинансирования То есть Это 78 Зданий Объектов Будут Отчасти Опять Приведены Порядок И Это Вызывает Довольно Большой Интерес С каждым Годом Это Количество Увеличивается Я думаю Что это Очень Такой Хороший Пример Сотрудничества С частным Сектором Еще один Звонок Принимаем Добрый вечер Слушаем Вас Пожалуйста Добрый вечер Пожалуйста Господин Америкс Вот Если Вы живете В Бауске Едете Из Литвы Или Из Польши На Юрмалу На Тукумс На Венспилс Вы выезжаете На круг Вот этот Ротационный Под Салу Тылта Где Копошатся Уже год То есть Пробка Здесь На выезде Вы поняли Место Которое Да Пробка Стоит год Вы отвечаете Вам уже Задавали Вопросы Вы отвечаете Когда там Заканчивается Ремонт Салу Тылта И так далее У них Здесь внизу Просто как Полигон Для копошения Понимаете То есть Они год Здесь возятся Ничего не делают Практически Сейчас Вот если Вы поворачиваете Не на мост На Вашблеша А идете По кругу На Юрмалу То там Штраба Выкопана Уже месяц И вот они Только Знак 30 Поставили Понимаете Ну так Если кто Понимает Строительство Это так Можно Значит Просто Когда хочешь Растянуть Уже нерастяжимое Я могу Ответить Я Мне полностью Заканчиваю Едут Ну Да Я сужу Люди едут Когда из-за границы Они видят То есть Выглядит там Все красиво Перила Мостик Самые знакомые Там Не разошлись В этой В цепочке В этой Когда в одну полосу Сгоняют перед мостиком Этим Да Ударили машину Понимаете Это год продолжается Ну то есть Как-то вот Отвечать Что мост Закончится Тогда-то Тогда-то И здесь внизу Они уже Копошатся год Просто вот Как в носу Ковыряние Да Но Если как-то Можно на это влиять Но давно Надо повлиять Потому что Это не за границей Все еду Через этот Заезд на Юрмалу Дам свой комментарий Если Скажем так Не буду Не собираюсь Защищать строителей Тоже считаю Что это Сегодня Ну не знаю Технологии Не хочу Вникать Технологии Как что делается Там Пирог Первый Слой Второй Пятый Но Ясно то Что Сегодня Темп Намного Выше Мог быть И никаком варианте Не буду адвокатом Строителей С другой стороны Ну соответственно Есть процедура По закупке Потому По реализации Проекта По этапному И Это Тем более С европейскими деньгами Связан Вот этот Общий проект По островному мосту В конце В конце этого года Если не ошибаюсь Сентябрь Октябрь Все работы Должны завершиться Это Эти подъездные Ну так То есть Сам Может Уже сделали Сейчас идет Второй этап Это все эти Надъездные Подъездные Объездные Дороги Ну соответственно То есть Этот этап Они обязаны Завершить Весь мой Комментарий То есть Это лето Это продолжится Но я надеюсь Что потом Все станут счастливы И радостны И что там Никаких загородок Больше не будет Да 612-939 Телефон Прямой эфира Я так понимаю Что Пока Эпопея Там идет С Деговским мостом Тем не менее Ремонт и мостов То продолжается Мост Браса ремонтируется Ну мы Однозначно Понимаем Что Отличие Я не знаю От какого-то Одного здания Жилого Или Общественного То Ну транспортная Инфраструктура Это с одной стороны Она подвергается Большой критике С другой стороны Ее ремонтировать Можно с мая По октябрь Ну соответственно 6 месяцев То есть В это время Ну мы Однозначно Понимаем С одной стороны Деньги Ну что Рижская дума Выделяет Для этих ремонтов Есть С другой стороны Ну соответствующие Фирмы Которые это Выполняют У них там Тоже проблемы С рабочими И так далее Но ремонтировать Надо И Брасовский мост Сейчас Тем более Если говорить Брасовский мост Тоже сейчас На полном Капитальном ремонте Там Ну соответственно Значит В одну сторону Можно его переезжать Это с центра На С центра На То есть На периферию Но Многие говорят Что почему Вот давайте Делать Реверсивный Там Этот Чтобы Ну могли В одну сторону Утром в одну Вечером в другую Сторону К сожалению Там не столько Легко это сделать Потому что Это связано С тем Как объезжать Ну скажем так Если реверсивная Одну сторону Значит машины Обязаны То время Когда они Не могут переехать И находить Объездные пути Сейчас То есть Тот Вариант Который Есть Касающийся Из центра В периферию Значит Есть прямой проход Обратно Нет Но для обратного Из периферии В центре Есть соответствующие Объездные дороги Если мы сейчас То есть Будем делать Реверс То нет Этого Альтернативы Как скажем На Вацмолгравском мосту Что Что Все время идет Движение Здесь Практически Нет Столько Возможностей Потому что Этот Брасовский мост На полном Капитальном Ремонте Тем более Плюс еще Ну сейчас Улица Красно Ремонтируется Ну нам Надо приводить Транспортную Инфраструктуру В порядок Мы сами Говорим Что Нам Мы Недовольны Что У нас Есть Много Критики Касающиеся Этого Ну значит Сейчас Это Начинается В мае Месяц Смотрите Какая Погода Так Еще Успеваем Принять Звонки Добрый вечер Слушаем вас Пожалуйста Добрый вечер Добрый Александр Меня зовут Господин Америкс В прошлом году Я вам задал вопрос И вы мне ответили Что С Вестера Саркандауский Приезд Начнется с 15 апреля Уже год прошел И никаких Движений Вы представляете Что творится Сейчас И еще дальше Будет В связи с этими Всеми ремонтами Спасибо большое Мы уже отвечали На этот вопрос Ну я еще отвечу Второй раз Может кто-то Не слышал Это Тем более Что вопросы Идут такие же Вопрос Саркандауский Переезд Это первая Тройка Сейчас Наших Проектов Мы очень Надеялись Что может То есть Есть оптимистичные Сценарии Есть менее Но то Что юридически Рижская дума Сегодня полностью Готова Начать Или То есть Не дума А соответствующие Скажем Профессионалы Готовы Начать Эту работу Это Я еще раз Подтверждаю То есть Был С прошлого года Переносили Все коммуникации Водопровод Канализация Это Очень серьезно Большой Этот мост Это Очень большая Серьезная Стройка Очень большая И Соответствую С этим Ну есть Так называемые Этапные работы То есть Сейчас Вся инфраструктура Касающаяся Всяких Кабелей Всего Она Закопана В землю То что Касается Еще Неделю назад Точнее Пять дней назад Наше Министерство Финансов Латвии Поставило Печать на то Что государственная Касса Подтверждает Что еврофонды Для этого Мастас Есть И значит Мы Полностью Юридически Можем Ну скажем так Обеспечить Финансирование Этого проекта Он начаться Может 15 мая 15 июня Но он Обязательно Начинается То есть Его У нас Некуда Деться То есть В 22 Году Мы обязаны Уже Полностью Эту инфраструктуру Сдать То есть Сегодня Есть и Государственная И самоуправленческая Поддержка Чтобы этот Проект Был реализован Это вопрос Финансирования То есть Он очень Дорогостоящий Проект И исходя Из этого Мы исходим Из этих Расчетов 612-939 Телефон Прямого эфира Время Стремительно Завершается Но тем не менее Еще есть Возможность Задать вопросы Андресу Америксу Добрый вечер Слушаем вас Пожалуйста Здравствуйте Добрый вечер У меня по поводу Благоустройства Межопарка Вот Конечно Делается Грандиозный проект Это эстрады И все это Приветствуется А скажите А вот Вообще Сам лес Грубо говоря Парка И вот Пристань И так далее Лодочная станция Они будут Привозиться В порядок Потому что Не скрою Там торчит И арматура И детская Железная Дорога Торчат Всякие Железобетонные Бывшие Сталбы Там Парк Скамейки Асфальт Потому что Это все Очень грустно выглядит Скажу честно Люди гуляют Радуются Но Очень грустно С точки зрения Эстетики Может Какой-то Конкурс Среди архитекторов Потому что Межопарк Как бы Можно сказать Сакральное место И вокруг Такое Грубо говоря Ну Не буду даже Говорить как Спасибо большое Межопарк Да я согласен С вами Что Межопарк Сакральное место И там Очень большое Количество людей Проводит Свое свободное время Есть Поэтапно Много Еще Предложений Касающиеся Того Шаг за шагом Как улучшить Инфраструктуру Межопарка Кроме Межопаркской Эстрады Межопаркская Эстрада Решила Туалеты Ладно Решила Еще Дополнительные Дороги Но это одна Но то что касается Ну я не согласен То есть за последние Три года Были Полностью Переделаны Многие дорожки Межопаркской Поставлено Новое освещение Межопаркской Часть скамеек Было поставлено Ну идем Шаг за шагом То что касается Киши Зарсов Витаскивание Старой арматуры Это еще Тоже Такой довольно Старая Такая история Двадцати Более лет То есть Эту арматуру Постепенно С каждого года Вытаскивается Там есть специальная Программа 600 тысяч евро На эту программу Поставили Чтобы эту всю Арматуру Вытаскивали Шаг за шагом Благоустраивали Скажем Эту территорию Я думаю Я думаю Что Многие согласятся Что Межопарк Ну с каждым годом Ну превращается Там есть много Дополнительных Возможностей Там сделали BMX Трассу Сейчас То есть Создают Рига с Межи Проект По скейтпарку Новому Там Зеленый театр Там значит Культурные мероприятия Которые исторически Проводились Это большая территория Там надо и Чистить этот парк Конечно Когда много людей Много мусора Много дополнительных Каких-то вопросов 120 гектаров Территория Согласен Не все сделано Но Надо сказать так Что Ну Межопарк Изменился За это время Тоже с этим Ну как И на лучшую сторону Последний звонок Принимаем Видимо Да Будет звонок Добрый вечер Слушаем вас Пожалуйста Добрый вечер Добрый Это жители Райончика Такого Улицы Зепью Какую? Зепью А Зепью Да Из Балдырая Да Нет Это не Балдырая Это район ЦСДД Алло Да Район ЦСДД А Да Слушаю Там Первый дом Третий Пятый Девятый дом Так В общем У нас ужасное положение С автомобильными стоянками Машина на машине стоят Так Недавно снесли Два дома Там Два бомжатника Так Это Баловская 73 Примерно Да Вот можно Что-то там Сделать Для автомобильной стоянки Как-то Разветить Немножко Эту обстановочку Думаю Что возможно Возможно Но это Тогда Может Надо Вашему Кто обхозяйничать Дома Или какому Представителю Переговорить Потому что Если мне сейчас Память не то То есть Снос вот этих Трущоб Это частная Собственность И это частная Земля Да И в связи с этим Есть сложности Самоуправление Не может Я так понимаю Откладывать Нет Ну может Да Но этот частник Может как Временно сделать Там как стоянку Да Это возможно Ну просто Надо уточнить Юридический статус Этого Этой земли Да Да конечно Так Ну что Еще один звонок Наверное Пример Это уже последний Будет Точно Времени Совсем Нет Добавичин Слушаем вас Пожалуйста Алло Добрый день Да пожалуйста Слушаем вас Господин Америк Вот такой интересный вопрос Я хочу задать Когда-то давно-давно Была такая мысль Насчет городского банка Ситибанка Где были бы все Все службы ваши Уденс Филтонс Ну мало ли какие службы Мусорные Всякие вывозы мусора И было бы очень удобно И жильцам И чтобы все Все счета Находились в одном банке Ну соответственно Может быть И Латтернер Я понял идею Да я понял Была такая идея И когда-то была такая идея Чтобы может быть И помогать жителям Там и с кредитами Была такая идея Знаете как Была такая идея И что Ничего не происходит Нет Законы Законы Нет Я отвечу Была идея Такая Была городская Страховая компания В свое время Но Медицинская страховая Медицинская страховая Но то что касается Банка Была И сейчас есть разность Что город может выпустить Может быть и там Облигации И все угодно Банк Законы Латвии Сегодня Не позволяют Сегодня Самоуправлению Уйти в те функции Которые не соответствуют Функциям Самоуправления То есть Это коммерческая деятельность Которая То есть Не предусмотрено Что самоуправление Может этой коммерческой Деятельностью Заниматься Это Даже государство Не может этим заниматься Почему продали Ну это Хипотеку ЗМС банка ЗМС банка Продали Хипотеку банк Продал государство То же самое Цитадели Продали Когда они национализировали Парикс Потом они продали То есть Это Сегодня Эта идея Была Она обсуждается До сих пор Но юридически Сегодня Самоуправление Имеет право Создавать Свои коммерческие Предприятия Только по тем Функциям Которые Ну так сказать Им Наложены Законом То есть Поэтому Сегодня Это только Теоретически Да Банка не будет Но Рига будет И продолжаем Работать На благорежан Через неделю Не будем встречаться Через То есть Через Две недели 13-го числа 13-го числа 13-го мая 18-го часов План и сами И большое спасибо Спасибо Субтитры создавал DimaTorzok